Музыкант наш уехал в Россию. И прослужит еще долгое время. Необходимо лишь сделать капитальный ремонт. У Джамили Хрумшиевой трое детей. Двое из них с первого класса учились в этой школе. Старший сын, к сожалению, не успел окончить ее. Его перевели в 74-ю школу, как, впрочем, и остальных 1300 учащихся. Ну вот видите, это за 2-3 года, да. Здесь, сами же знаете, когда обжитое место, тогда все по-другому. А когда здесь никто не обитает, никто не ухаживает, никто не смотрит, вот видите состояние какое. Стены у нас практичные, основа у нас сильная, стойкая. Если бы она разрушилась, она бы давно разрушилась бы. Тем более здесь внизу, по нашим сведениям, бомбоубежище. До самой больницы есть бомбоубежище. История тянется с 2013 года. Школу признали аварийной из-за несчастного случая. С потолка перед входом здания упали охранник с братом, который что-то там чинили. Оба вскоре скончались. В прокуратуре рекомендовали директору школы Ольге Алёхиной провести полную экспертизу здания школы и кровли в целях безопасности. Просто хороший капитальный ремонт, не косметический, я капитальный. С учеников собрали 50 тысяч сомов и наняли архитекторов и строителей, которые вынесли решение, что здание непригодно к использованию. А затем и госкомиссия пришла к аналогичному выводу. Директор ушла в сторону. Она сейчас занимается преподаванием в Оксфордской школе. В прошлом году мэр города Бишке-Кулматов приезжал в школу и он сказал, вот грант, китайский грант, на основе китайского гранта вашу школу построят за два года. Так, по феншую будет строить. Ну, нет школы до сих пор. А в этом году министерство образования Эльвира Сарива нам сказала, да, что арабский грант, на арабском гранте будет построена школа. Трёхэтажное здание было построено 60 лет назад. Его окончили призёры многих олимпиад, получили золотые сертификаты. Некоторые местные жители считают, что дело в том, что школу хотят снести, а на её месте построить жилой дом. Но в Минобразовании опровергают такую информацию. Школу по улице Гагарина решено было сносить. Ориентировочно на всё необходимо 360 миллионов долларов. Сейчас мы ждём грант от арабских инвесторов. Эксперты уверены, похоже, преподавательский состав и ученики этого учебного заведения ещё долго будут ждать, пока построят новое здание. Эльнора Молдокадерова, Мидер Джанбейшев, Общественный Первоканал. Если бы это было им лучше, отремонтировать? Эльнора Молдокадерова, Мидер Джанбейш, Общественный Первоканал.